Площадь имени Сахарова должна быть переименована в площадь имени Юдалевича, поскольку академик, в отличие от писателя, не имел непосредственного отношения к Барнаулу. С такой просьбой обратилась внучка Юдалевича к местным властям. Я всегда знаю, что с чиновниками действует один принцип. То есть нужно просить больше и получить меньше. Сейчас эта тема активно обсуждается в соцсетях. Пользователям интернета пытаются объяснить, что этим занимаются не региональные власти, а топономическая комиссия при администрации Барнаула. Народ, а не чиновники, определяет, достоин тот или иной писатель доски почета, название в честь его улицы или издание полного собрания сочинений с преподаванием его произведений в школе. Коллега Марка Юдалевич и писатель Владимир Токмаков считают, что назвать улицу в честь именитого писателя необходимо. Тем более, по его словам, есть названия, с которыми не жалко расстаться. Например, Первая или Вторая Западная. Улица имени Юдалевича выйдет куда уместнее. Всю жизнь практически писал о Барнауле. И если Барнаул имеет какое-то славу и значение за пределами нашего региона, то здесь львина доля, опять же, писателя, краеведа, историка Марковича Юдалевича. Краевые и городские власти не отказываются называть улицу в честь Юдалевича. Однако, по многим причинам, в том числе и финансовым, это произойдет не ранее 2018 года, к столетию писателя. Мы на сегодняшний день вопрос этот будем рассматривать о том, чтобы назвать, может быть, посмотрим и когда будут разрабатываться новые кварталы, в этих кварталах назвать улицу Марка Юдалевича. В этом году на доме, где жил писатель, разместят мемориальную доску. Также сейчас ведутся разговоры о том, где окажется семейный архив Юдалевичей. Его желают получить многие алтайские музеи. Решение будет принимать внучка писателя. Татьяна Гладкова, Павел Лаурен, Николай Шелко. Наши новости.